Итак, друзья, всем доброго дня! Сегодня у нас реально долгожданное видео, очень часто меня просят рассказать о принципах работы кондиционера. Причем не просто охлаждение, но и обогрев, про его загрязнение, про газ внутри, его вес, про давление системы и так далее и тому подобное. В интернете просто огромное количество различных роликов, но они не затрагивают все вот это сразу. Кто-то рассказывает там только про охлаждение, кто-то только про компрессор, кто-то только там про газ рассказывает и все. А чтобы вот так вот объединить в одном видео, таких видео нету. Ну и собственно я решил снять для вас, друзья, по вашим просьбам, как обычно листочек, все очень подробно будет. Так что сразу поставьте лайк этому видео, я для вас стараюсь, рассказываю ту информацию, которой банально нет. Ну что, давайте начнем! Начать я хочу, друзья, вот с чего. Не с охлаждения или обогрева кондиционера, а именно хочу начать с газа. Потому что вот многие, вот знаете, со многими разговаривал, кто-то говорит, вот в системе важен у нас там конденсатор, кто-то испаритель, третий, говорят, у нас важен там компрессор. Я считаю, что без фреона, без вот этого газа, без его уникальных свойств не было бы вообще этого кондиционера. Смотрите, фреон сейчас у нас зачастую закачивается в системы автомобилей R134A, есть там R134YF, по-моему, ну и так далее. То есть их сейчас огромное количество, некоторые даже смешивают различные фреоны. И смотрите, у него какие особенности? Это вещество, которое при низком давлении закипает, а при высоком давлении конденсируется. Это вот уникальные свойства этого газа, запомните их. И благодаря вот этим вот свойствам у нас работает вся эта система, как на обогрев, так и на охлаждение. Смотрите, в автомобиле, в обычном с ДВС зачастую у нас стоит вот такой компрессор, который через ременную передачу, через шкив коленчатого вала, ну потребляется оттуда энергия, собственно и работает наш компрессор. Что такое у нас компрессор? Буквально в двух словах. Внутри компрессора стоят у нас много поршней. Они закреплены на вращающемся вот таком вот наклонном диске, который у нас соединен валом с электромагнитной муфтой. Когда компрессор у нас выключен, вот эта электромагнитная муфта все равно находится у нас в зацеплении с двигателем. То есть она вращается вот от этой ременной передачи, но по сути никакой работы не происходит. После того, как вы включаете кондиционер, либо там климат-контроль, вот эта электромагнитная муфта замыкает, собственно, внешнюю часть и внутреннюю. То есть вал у нас начинает раскручиваться, соответственно, начинает раскручиваться вот этот вращающийся наклонный диск. И он начинает у нас сжимать газ. Ну вот этот наш фреон 134А, который находится в системе. И благодаря вот этой работе фреон сжимается до высоких значений до 12-14 атмосфер. И он у нас разогревается до где-то плюс 60-65 градусов. В газообразном состоянии горячий он у нас выходит в конденсатор, либо в конденсор, кто как это все дело называет. И вот здесь вот он у нас идет, идет, идет и доходит примерно где-то вот до этой вот точки. Далее, что происходит у нас вот здесь. Включается у нас вентилятор, который начинает обдувать вот этот конденсор или конденсатор кондиционера. Многие, кстати, говорят, что это радиатор. Это крайне неверно. По сути, это не радиатор. Что это не этот не радиатор, и это не радиатор. Это испаритель, это конденсатор у нас. Хотя они могут работать и по-другому, про это чуть ниже. Вентилятор у нас нагнетает воздух. Ну, предположим, что у нас 25-30 градусов за бортом. Ну, как бы вроде жарко. Но для 65-градусного фреона эта температура низкая. Тем более, если у вас там на улице плюс 20, плюс 18 градусов и так далее. Соответственно, он у нас здесь охлаждается где-то до плюс 38 градусов и начинает конденсироваться. Так вот идет, идет, идет. И процесс конденсации здесь внизу у нас подходит как бы к своему пику. И вот эта точка у нас вот где-то вот здесь вот является точкой переохлаждения. Так как у нас становится жидким, он приобретает температуру. То есть, он начинает у нас еще сам по себе охлаждаться в плюс 32 градуса. Далее он по трубке поступает у нас в ресивер. Он же у нас является осушителем. Буквально пару слов про него. Вот смотрите. От конденсатора сюда заходит трубка. По сути, внутри у нас стоит здесь определенная такая прокладочка с каким-то адсорбером, который может у нас захватывать воду. Откуда у нас появляется вода вот в этой системе? Когда у вас систему опрессовывают, по-любому там попадает воздух. Этот воздух там сжимается также компрессором. И может образовываться вода. Соответственно, этот осушитель, он улавливает эту воду. Ее может он держать. Держать он может ее до, по-моему, 50-60 миллиграмм. Ну, у автомобильных где-то я читал там от 15 до 25 миллиграмм. У каких-то больших систем там 60 миллилитров он может держать. Представляете, это очень круто. Также здесь у нас стоит фильтр-сетка, которая улавливает у нас различные элементы износа системы. Ну, там, допустим, если у вас компрессор, что-то там начинает изнашиваться. То есть, вот это вот фильтр-сетка, она это все дело улавливает. Она как бы фильтрует это грязное масло и задерживает это все загрязнение. Также ресивер, он служит как, скажем так, стабилизатор давления, что ли. Здесь у нас находится фреон и он не работает скачкообразно. То есть, вот этот ресивер, он его держит. Ну, то есть, у нас компрессор может либо работать, либо не работать. Он либо там 12, либо 14 атмосфер подает. Ресивер всегда, ну, как бы выравнивает, скажем так, давление. То есть, он подает где-то всегда там 12-14 атмосфер ровно, только сколько нужно в этой системе. За ресивером стоит у нас клапан давления. Клапан давления видит, когда давление у нас, ну, как бы избыточно растет. Чтобы не разорвать вот эти патрубки, там, какие-то клапана и так далее, он может отключать систему. То есть, если давление лезет у вас больше там 14, 15, 16, он отключает систему и выключает у нас вот этот компрессор. Из-за этого у вас может иногда работать кулер, иногда может не работать кулер. Это именно из-за вот этого клапана давления. То есть, когда давление у вас возрастает. Но про кулер еще пару слов. Особенно в системах с климат-контролем. Когда у вас в салоне, ну, вы задали, например, 22 градуса. И у вас, собственно, система нагнала 22 градуса. Он может у вас отключить, ну, компрессор, соответственно, вентилятор работать не будет. Вот многие мне писали, Серега, у меня то работает, то не работает. Кстати, может быть и неисправность. То есть, когда в контуре не хватает у нас давления, но про это чуть ниже. Далее идет у нас штуцер, я показывал. Вот два штуцера идет, высокого и низкого давления. Через них, собственно, мы систему можем заправлять. После этого по трубке вот этот вот газ 32 градуса, он доходит у нас до расширительного клапана. И здесь у нас происходит самое интересное. То есть, после высокого давления и температуры 32 градуса, давление здесь в расширительном клапане у нас падает. Причем падает существенно до 3 атмосфер. Соответственно, газ наш резко охлаждается до плюс 3 градусов Цельсия. А как мы здесь вот знаем, вещества, которые при низком давлении закипают, газ у нас при низком давлении здесь начинает закипать. Соответственно, он начинает здесь закипать и испаряться. То есть, как раз вот это вот у нас и является испарителем. А так как он у нас идет плюс 3 градуса, он резко охладился. И здесь у нас вот крутится у печки. По сути, это вентилятор печки, он начинает обдувать вот этот вот испаритель. А допустим, у вас в салоне там плюс 30, плюс 40 градусов. Соответственно, теплый воздух у нас проходит через вот этот вот испаритель. И он у нас резко охлаждается. Как я показывал, уже на своем автомобиле он может охладиться там чуть ли не до плюс 3 градусов. Ну, вы все регулируете это либо руками, либо автоматикой. После этого газ у нас испарившись, он возвращается. То есть, он перегревается, он забирает тепло из салона. Ну, где-то плюс 7, там где-то я читал плюс 10 градусов. Он опять у нас возвращается на компрессор. И здесь у нас все повторяется. То есть, он здесь начинает сжиматься, разогреваться. И система у нас, по сути, вот так вот и работает. Как видите, абсолютно ничего сложного здесь нет. Пару слов про конденсат. Когда у нас горячим воздухом обдывается холодный испаритель, по физическим свойствам у нас на стенках образуется капелькин, то есть конденсат. Который у нас вниз собирается в определенную там ванночку и потом сливается под автомобиль. На сплит-системах, ну, если которая дома у вас висит, у нее также есть определенная ванна, от которой идет потом трубка, уходит на улицу. Также этот конденсат собирается в эту ванну и просто потом сливается на улицу. То есть, это абсолютно нормально. Не стоит пугаться, когда у вас под автомобилем и там какая-то лужа. Вопрос номер два. А как работает у нас эта система на обогрев? Что у нас происходит? Друзья, все очень легко и просто. Вот здесь, около компрессора, у нас устанавливается так называемый четырехходовой клапан. Давайте вот так вот я его нарисую здесь условно. Ну, то есть, вот такая вот штучка. В ней есть четыре трубки. Соответственно, трубка низкого давления, трубка высокого давления. Что у нас происходит? Вот здесь вот, чтобы вам видно было. Смотрите, компрессор у нас как гоняет вот этот вот сжатый, теплый фреон. Он так его и гоняет. Но он меняет у нас конденсатор и испаритель. То есть, когда вам нужно обогреваться, допустим, вот у вас плит система висит в квартире, в межсезонье. Вы нажимаете кнопку на обогрев. Тогда вот этот контур у нас размыкается и он уходит вот сюда. То есть, горячий газ у нас начинает гнаться вот по этому контуру. Давайте я вот так вот это все напишу. То есть, он начинает у нас поступать вот сюда. Он идет, 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 идет. И испаритель у нас становится, по сути, конденсатором. А здесь вентилятор его как бы обдувает холодным воздухом. И через него теплый воздух у нас выходит там, ну допустим, в комнату. А конденсатор у нас начинает работать испарителем. Он отдает холод в окружающую, ну как бы, среду. То есть, здесь вот трубочка. Здесь, конечно, вам не очень хорошо видно. То есть, трубки меняются местами. Эта трубка уходит у нас сюда. А эта трубка у нас уходит вот сюда. И это как раз таки делает четырехходовой вот этот вот клапан. По сути, он переключает испаритель и конденсатор. То есть, конденсатор становится здесь, испаритель здесь. Это когда вам нужно отапливать. А когда вам нужно охлаждать, испаритель становится здесь, а конденсатор здесь. На обычных автомобилях это не используется. Ну то есть, на бензиновых автомобилях. Почему? Потому что у нас здесь стоит печка, по сути у нас двигатель охлаждается какой-то, ну там, жидкостью, тасолом, либо антифризом, и тепло у нас задувается от этого в салон. Но на гибридах, на электромобилях начинается как раз-таки установка вот этих вот систем. Почему? Потому что эта система, она у нас очень эффективная. Если греть салон какими-то тенами, например, да, там, ну вот сюда вот вкручивать какие-то тены, там, либо электрические какие-то, электроэнергии у электромобиля будет отжираться огромное количество. А здесь вы, по сути, берете просто на прокачку, ну вот этого компрессора. Ну то есть с батареи берете, там, ну, блю, киловатт, полтора, там, два киловатта, все зависит от того, какой у вас объем автомобиля. Если какая-то, там, ну, маленький-маленький электромобиль, соответственно, киловаттного компрессора хватит за глаза. А эффективность обогрева очень и очень высокая. Я думаю, насчет обогрева я вам тоже подробно все объяснил. Загрязнение. Почему, когда у нас вот этот конденсатор забивается, там, пухом и всякой фигней, эффективность системы у нас падает. Причем, вот этот конденсатор, он может быть совмещен с радиатором автомобиля. Ну то есть они могут стоять прям очень и очень плотненько. Да просто не хватает обдува этой системы. То есть система у нас забита, и газ, например, как был там 65, он там до 50 градусов охладился. Но ему не хватает дальше все это дело, ну, скажем так, сконденсироваться. Соответственно, нету конденсатора, нету конденсирования газа, и эта система у нас просто не работает. Если вы промоете вот этот конденсатор, я вот это советую всегда делать, ну, там, раз в 3 года, в 4 года. Хотя бы разбирайте вашу систему, открывайте радиатор и конденсатор, промывайте. И у вас тогда кондиционер будет всегда работать по номиналу, по своей мощности. В этом году я, скорее всего, тоже на Optime это буду делать. Да, это нелегко, это приходится там снимать бампер, разбирать всю эту систему. Но, во-первых, будет хорошее охлаждение двигателя, во-вторых, кондиционер у вас будет работать намного лучше. Далее, газ внутри вес. Вес определенный у газа, ну, где-то там, на моей Optime, по-моему, 580 плюс-минус там 25 грамм, что-то такое. Почему именно определенный вес? Почему нельзя там налить больше, либо меньше? Да потому что, если вы нальете больше, то, возможно, у вас давление вот в этой вот системе будет, ну, то есть, компрессор это нагнетать, все дело будет. И у вас постоянно будет система отключаться. Если вы нальете меньше, то давления может быть не хватать, у вас тогда система это морозить не будет. Поэтому газ всегда добавляют определенного веса. Причем газ у нас добавляют еще и с маслом. То есть, добавляют масло внутрь вот этой системы. И циркулируют, смазывая наш компрессор. Смазывают эти все поршни там и так далее. Это делается для того, чтобы он у нас работал очень долго. Причем, допустим, ну, там, через определенное количество времени, пусть там через 8, через 10 лет, это масло желательно заменить. Оно становится черным, оно напитывается элементов износа от этих поршеньков. Его выкачивают и заливают туда опять чистое масло. Причем масла там, ну, немного, его там, ну, грамм 100. Ну, кто-то мне писал, что на электромобилях их там чуть ли не до литра этого масла. Но на электромобилях там работает все по-другому. Там нет вот этой ременной передачи, у них идет электрический от батарей компрессор. Ну, по сути, такой же компрессор, как идет у нас там на сплит-системах. Зачастую, кстати, инверторные начали ставить. Вот, поэтому газ должен быть определенного, ну, как бы уровня, чтобы правильно заполнить всю эту систему. Чтобы не было избыточного давления и не было низкого давления. Ну, и пятое, давление газа. Вот, я хочу здесь сказать вот что. Зачастую от большого количества времени, ну, по-любому здесь где-то в трубочках, что-то там происходит. Ну, то есть, давление теряется в системе. И, допустим, в холодном контуре у нас должно быть там, ну, где-то 3-4 атмосферы. Оно у вас становится полторы атмосферы. Какая-то часть газа у нас уходит и давление в системе падает. От этого, опять же, у вас может либо включаться этот вентилятор, пытаться обдуть. Либо выключаться, и он постоянно так включается, выключается. У вас это дело все не морозит. Достаточно вот здесь вот на штуцере низкого давления, ну, замерить давление при работающей системе. Если оно у вас должно быть, допустим, там, 3 атмосферы, а у вас полторы атмосферы. Нужно просто заменить вот этот весь газ и масло, там, перезаправить систему. Про это рассказывал вот здесь вот. Вот, перейдите и посмотрите. Вот, вы полностью выкачиваете газ, закачиваете сюда новый, желательно и масло смените. И вы восстанавливаете давление внутри. Опять же-таки, как я говорил здесь, определенный вес. То есть, вы заливаете определенный вес. Тогда ваша система будет работать по номиналу так, как и должна работать. На этом, друзья, я заканчиваю свое видео. Я думаю, оно было вам полезно. В конце я что хочу сказать. В системах обогрева, вот эта вот система, как бы это банально не звучало, система кондиционирования, она бывает при определенной температуре за бортом очень и очень эффективной. Ее эффективность может доходить до 4. То есть, на 1 киловатт потребляемой электроэнергии она может выдавать 4 киловатта тепла. И это никакой не вечный двигатель. Это работает все вот на свойствах вот этого фреона. Ну, не только этого фреона. Сейчас я где-то слышал, что разрабатываются более эффективные фреоны, которых увеличатся вот эти вот свойства. Именно передача тепла. Но, и это, кстати, сейчас используется на электромобилях, как я уже говорил. Но, смотрите, фишка какая. Чем ниже температура у нас за бортом, тем эффективная система как раз-таки на обогрев у нас падает. Допустим, ну, там при нуле, при минус там 5-10 градусов у вас будет эффективность 1 к 4, но уже при минус 20 это будет 1 к 2, а при минус там 30 градусов 1 к 1. То есть, на 1 потребляемый киловатт электроэнергии вы будете выдавать 1 киловатт тепла. Ну, это вроде как бы тоже неплохо. Хотя у нас и морозов сейчас таких по минус 30 уже давно нет. У нас эта зима вообще была какая-то очень теплая. И у меня много друзей отапливаются как раз-таки вот такими вот инверторными кондиционерами. Пару слов про инвертор. Это у нас заключается все в компрессоре. Здесь у нас стоит инверторный, ну, скажем так, электрический двигатель, который может уменьшать мощность в зависимости от той температуры, которая у вас нагнана в помещении, либо там в автомобиле. То есть, вы задали там 22 градуса, он нагнал 22 градуса, он убавляет мощность, работает с минимальной мощностью, там потребляя вообще какие-то смешные ваты. Но температура у вас всегда поддерживается определенная. Либо в салоне электромобиля, либо где-то в квартире. На этом, друзья, все. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, понравилось ли вам это видео. А у меня, друзья, на этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok